Всем привет! С вами я, Кловер. Наконец-то, Моджунги выпустили официальный рейс 1.18. И сегодня я расскажу всё, что было добавлено в этом обновлении. Присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Поехали! Итак, итога начать с предметов и музыки. Была добавлена новая пластинка, Азра Сайт. Кстати говоря, на неё я сделал клип. Ссылка в подсказке на экране и в описании. В игру было добавлено 8 различных композиций. Мне они очень понравились. Кроме этого, были добавлены новые достижения в игру. А именно, пещеры и скалы. Выдаётся при прыжке с самой большой точки в мире, приземлившись живым к самой низкой точке мира. Звёздный торговец. Выдаётся, если поторговать жителям на самой высокой точке мира. Совсем как дома. Выдаётся, если поехать на лавромерке 50 блоков. Ларвы в верхнем мире. И последнее достижение – игра и гармония. Выдаётся при прослушивании пластинки в новом биоме луга. А теперь перейдём к вкусному. Биом пышных пещер – новый биом, появляющийся под землёй. В основном состоит из азалий, бросянок и мха. Освещается пещерными лианами. Имеет бассейны с водой и лавой из глины. Биом мне очень нравится. Очень атмосферный и красивый. Биом кастровых пещер – новый биом, появляющийся под землёй. Состоит из капельниковых блоков и сталактитов с талагмитами и сталагнатами, именуемыми капельниками. Часто там появляются капельниковые образования. Большие столбы из капельниковых блоков. Биом довольно атмосферный и опасный. Аквиферы – затопленный вид пещер. Может встречаться в кастровых пещерах и в пышных пещерах. Заполненный водой. Ниже нулевого игрека могут появиться вместо воды с лавой. В аквиферах могут заспавниться топические рыбы и светящиеся спруты. В аквиферах пышных пещерах могут заспавниться аксолотли. Самый нижний уровень в Майнкрафте изменён с нулевого игрека до минус 64 игрека. В пещерах ниже нулевого игрека вместо обычного камня будет глубинный сланец. Новые виды генерации пещер, а именно сырные пещеры, имеют очень много дыр. Имеют большие каменные столбы и довольно большие. В них можно безопасно летать на элиту. Спагетти пещеры. Длинные и узкие пещеры. Похожи на старые пещеры. Имеют маленькие аквиферы. Лапшовые пещеры. Ещё более узкие и длинные версии спагетти пещер. Рудные жилы. Огромное образование руд. Встречаются в пещерах и крайне редки. В одной рудной жиле может быть примерно 2000 блоков руд. Могут состоять из блоков руда меди или железа. А теперь горные биомы. Горная луба. Встречаются у подножий гор. Представляют из себя плоское поле с большим количеством цветов. В них может встретиться одиноко стоящая береза или дуб. С всегда появляющимся гнездом пчёл. В этом биоме очень часто могут заславиться животные. Иногда появляются длинные и авангусты и лучшими. Горная роща. Бион, появляющийся на нижних склонах горы. Если гора граничит с лесом, представляют из себя еловый лес. Если рядом протекает река, то вода в реке может стать льдом. Растительность, кроме деревьев, полностью отсутствует. Часто спармятся кролики, лисы и волки. Снежные склоны. Бион, генерирующийся на склонах горы, если гора граничит с равниной или заснеженной тундрой. В этом биоме в основном встречаются кролики и козы. Имеют очень неровный рельеф. Там могут заспавниться игру. Могут иметь блоки рыхлого снега. Зубчатые вершины. Бион, генерирующийся на вершинах горы. Там могут заспавниться козы. Генерируются, если рядом есть темный лес или березняк. Имеют очень неровную поверхность. Оледеневшие вершины. Бион, генерирующийся на вершинах горы. Имеют такой же спаун мобов, как и зубчатые вершины. Имеют блоки льда и более ровную поверхность по сравнению с зубчатыми вершинами. Может появиться, если рядом есть холодные биомы. Каменистые вершины. Биом, генерирующийся на вершинах горы. В отличие от других биомов гор, на нем не спаунься козы. Имеют очень мало снега. Имеют очень неровную поверхность. И приведутся рядом с засушливыми биомами. Кстати говоря, вершина мира была изменена с 256 блока на 323. 20-й блок. Улучшение старых миров. Под старыми пещерами в Мерс-1.17 теперь генерируются новые пещеры. А именно, ниже нулевого у. Бедрок на нулевом у у убирается и переносится в минус 64 у. Генерация руд также была сильно изменена. Все, что было изменено в генерации руд, не буду рассказывать. Хотя отмечу некоторые вещи. Железо, изумруды и уголь теперь генерируются в горах. Чем на нижней высоте вы находитесь, тем больше вы можете найти алмазов. Итак, в 1.18 было очень много интересных изменений. Но я расскажу только про важные и просто интересные изменения. Добавлен новый шрифт из Майнкрафт Данженс. Но он используется только через команды. Изменены текстуры у грядки-морковки, стола-картографа и пещерных лазучих плакочих лиан и ламинарии. Также были изменены текстуры рамок, постов и компаратора. Ну и текстуры табличек и дверей были изменены. И лоджеры теперь не нападают на жителей детей. Боросянка теперь ставится только на глине, земле, каменистой земле, грядке, дерне, блоке мха, мицелии, подзоле и корнистой земле. Это были одни из немногих изменений, добавленных в 1.18. Кроме этого было исправено 237 багов и ошибок. Что ж, а на этом обзор всего обновления 1.18 закончен. Подводя итоги, хочется сказать, что немного жалко, что Вардена перенесли с 1.18 и само обновление было разделено на две части. Но сами новые биомы и пещеры мне очень понравились. Моджанги очень хорошо потрудились. Что ж, а на этом обзор закончен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, а также можете написать комментарий и подписаться на группу ВК. С вами был я, Кловер. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok